Всех приветствую, мои дорогие друзья! Мы сегодня поиграем снова в No Man's Sky, это 21 серия, и, пожалуй, сегодня мы займемся тем, что будем искать Atlas Pass 2. Я шел по пути Atlas, мы нашли систему, в которой, в общем-то, рулят у нас Corvox, и вроде бы как это тоже есть одно из условий. И нужно искать центра управления, вот эти вот центры управления, где... Сейчас я покажу, я что-то такое нашел уже, да, вот зелененькое у нас, видите, вон там, если навести центр управления до прибытия, 8.28, и будем надеяться, что что-то из этого всего получится. Складываем нашу приблуду для поиска всех этих зданий, давайте взлетать. Что же будет происходить? Вы хотели приключений, приключения, конечно же, будут, но, вероятнее всего, нам придется неоднократно попадать, угадывать вопросы, ответы на вопросы, да, которые там задают правильный вариант. Видимо, в этой серии будет очень много пауз, поэтому, ребятки, вы уж сильно не серчайте, надеюсь, что у нас с вами все получится, и мы найдем то, что ищем. Если мы не найдем, будем искать, конечно же, в следующей серии. Отличненько, есть такое дело. Видим, видим мы здесь центр управления, давайте сохранимся, для того, чтобы было у нас, был у нас еще один шанс перепройти это задание, вернее, эту локацию. И да, друзья, я научился пользоваться долбанными гранатами, поставил себе вот такое вот улучшение, давайте я вам покажу. Заходим в мультитул, и где-то здесь у нас есть ускоритель гранат, дополнительный элемент плазмобластера. Гранаты плазмобластера летят быстрее. Их шесть в обойме, значит, давайте проверим, как это все работает, нажимаем на G. Да, и, собственно, одна граната у нас есть в обойме, перезарядить мы ее пока вроде бы как не можем, но как только она закончится, тогда у нас появится такая возможность. Их в обойме аж целых шесть штучек. Ну, собственно, вот наши двери, хотелось бы, чтобы с первого раза все у нас получилось, давайте пробовать. Раз, давай, 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 перезаряжайся, твою мать. Ага, что-то у нас закончилось это все дело, сейчас будем разбираться, почему. Может быть, имеет смысл нажать снова R для того, чтобы перезарядить. Не знаю, ребят, что-то у нас все закончилось, не знаю, может быть, не хватает у нас каких-то ресурсов, будем разбираться. Заходим сюда, ну и сразу попадаем в комнату, в общем-то, где у нас эта штукенция. Центр управления Корвакс, это то, что нам нужно. Стражи деактивированы, это очень хорошо. Странный металлический дротик вылетает из панели, пробивает мой визор, он прокалывает кожу у меня на лбу, я чувствую легкий разряд электрического тока. Существо юниты. И вот нужно сколько-то там добавить, давайте, наверное, соточку засыпем. Да, смотрите, у нас все с вами получается, я немного узнаю о двоичном языке электронных форм жизни. Стражи деактивированы. Это хорошо. Выучили слово расы Корвакс отступать. Что мы еще выучили? Требуется. Требуется отступать. Наверное, еще какое-нибудь слово. Тревога. Тревога, требуется отступать. Мы целое предложение выучили. Но, как видите, ничего нам больше не дали. Возможно. Так, на ваш счет переведены 181. Первая помощь. Не то, чтобы это очень нужно. Прочитать энциклопедию. Здесь мы снова учим язык. Ядро. Это какая-то технология. Давайте поглядим. Мультитул. Радиус поражения. Хорошо. Есть у нас такое дело. Но в чем проблема-то, а? Ребят, в чем проблема? Кстати, Атлас Пас нам очень сильно пригодился бы где-то вот здесь. Видите? Именно для этих вещей я хочу его найти для того, чтобы открывать дополнительные двери. Хорошо. Хорошо. Все это, конечно, замечательно. Разобрать. По-по-по. А, слушайте. Нужно просто пополнить. И все у нас будет, в общем-то, в порядке. Углеродом, наверное, заправим. Отлично. Есть такое дело. Ставим еще раз эту приблуду. И будем продолжать наши поиски. Пока все идет плавно. Все идет по приборам. Никаких проблем как будто бы не возникает. Колониальный аванпост. Ищем. Поиск колониальных аванпостов. Ну, давай. Низавод. Отлично. Центр управления. И еще один. До прибытия 22.30. Наверное, около минуты придется лететь. Но ничего страшного. Я думаю, что мы как-нибудь этот момент переживем. Забираем его и уходим. Так, где наш... Ага. С этой стороны. Ну, в общем-то, я даже соскучился немножко по игрушке, друзья. Я надеюсь, что вы тоже хотите серий побольше. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Это очень важно. Темири. Я пока его собирать не буду. Я, кстати, до сих пор не засаживал грязь. Гидропонные блоки на нашем корабле. Мы периодически будем его, конечно, потаскивать с собой. Вот таким вот образом. Иц. Оп. Припхался. Видите? Вот он висит теперь у нас. Я не знаю, какая это по счету система. Я долго и упорно искал систему Корваксов. И шел, как я уже говорил, по пути Атласа. Есть. Есть некоторые проблемы с этим. Но такова уж игра. Здесь ничего не поделаешь. Многие из вас, кстати, просили поиграть в режиме выживания. А режим выживания в этой игрушке это хардкорный режим. Вроде бы как нужно меньше, больше напрягаться, больше потеть. И больше ресурсов требуется для постройки там или чего-либо. Там всяких вот этих вот стен, постройки базы, для заправки мультитула, нашего бластера и т.д. и т.п. Ребят, я не вижу смысла. Вот серьезно. Увеличить себе геморрой только потому, что это режим выживания. Какой смысл? Приписывать в названии серии режим выживания. Для этого нет места. А по сути ничего как бы не поменяется. Только кроме того, что у меня добавится больше геморро. Слушайте, почему я завис и не могу? Ну давай, твою мать, что с тобой не так? Вот. Посадка начата. Давай, 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 давай. Отличненько. Ну, хотелось бы найти что-нибудь интересное и здесь. Давайте сначала сохранимся, потом будем вламываться туда. Снова, видите, похожий дизайн здания. Такой же, как и там был. Вот эти все штуки я брать не буду. Возможно, потом. Они мне пригодятся, конечно. Но потом мы их и будем брать. Оп, текстурка бьется. Такое бывает. Но, Дмир, вы совершили это открытие. И только что. Хорошо. Давайте перемахнем здесь через вот этот вот переходик. Порядочек. Так, где у нас проход? Где проход? Я не вижу прохода никакого. Проход. Ты должен быть где-то здесь. Очень странно, ребят. Я, видимо, не в ту сторону пошел. Ну, хорошо. Хорошо. Сейчас будем искать, конечно, и с той стороны. Да, кстати, видите, вот у нас метка появляется. А, она появляется на сохранении. Я почему-то думал, что на входе. Может быть, это наш вход? Нет? Да что ж такое? Где этот долбанный проход вовнутрь? В чем проблема-то? Через крышу залазить? Как спецназ какой-нибудь? Нет, вы только посмотрите. Я обошел уже все здание. Я не вижу дверей. Это нормально вообще, ребят? Хорошо. Я буду ходить тупо по кругу. Я понял, что я потерял суть происходящего. Смотрите. Обхожу, обхожу. Ничего не нахожу. Здесь тоже ничего нет. Слушайте, да в чем проблема? Это мистика какая-то? Проход. А, вот он, смотрите. Вот он где спрятался. Ну, хорошо. Собственно, выбиваем двери. Снова. Вы говорили, что необходимо около шести гранат. Все это, конечно, замечательно. Но шесть гранат не хватает. Нужно, видимо, больше. Больше гранаток. Или в обойму больше гранат. Или быстрее перезаряжаться. Заходим. А снова попадаем в центр управления Корвакс. Нажимаем. И глядим, чего нам здесь дадут. Пожалуйста, пусть это будет какой-нибудь Атлас Пас 2. Преступник. Звездолеты. Срабатывание в терминале системы безопасности вызвало помехи в терминале. Статистика заполнила практически весь экран. Скрыв огромную часть полезной информации. Слова, которые пока еще можно разобрать, указывают на текущий предмет исследования аванпоста. Так. Преступник. Звездолеты. Ну, пираты, наверное. По аналогии, я так понимаю. Давайте пытаться. Ага, хорошо. Рабочий процесс электронного наблюдателя восстановлен. Система снова работает. Ну, что ты мне можешь предложить? Интересного. Ускоренная стрельба Сигма. Вообще, хламидло полное. Нам это не нужно. Ну, серьезно. Ведь это... Знаете, я почитал на сайтах, говорят, что нужно исследовать просто по пути Атласа. Есть такой вариант. На других сайтах, причем в большинстве пишут, что нужно исследовать центры управления. Вот такие вот. И, собственно, как бы... Все. Больше ничего не нужно. Хорошо. Ставим теперь снова эту приблуду. Ищем следующий центр управления. Я надеюсь, он не приведет к тому старому центру управления, потому что будет весьма обидно. И это не будет завод. Это будет именно центр. Потому что вся фишка заключается именно в этом. Обнаружен центр управления. Знаете что? По-моему, как раз это он и есть. И я туда не полечу нифига. Давайте попробуем еще разок замастырить. Лучше, конечно, отлететь от этого места куда-нибудь в другую сторону. И тогда, возможно, будет новый центр управления. Глядите. Обнаружен завод. То есть, аж целых две точки мы с вами нашли, но этого недостаточно. Нужно улетать отсюда. Хорошо, давайте сделаем следующим образом. Пампс. Идем к нашему звездолету и будем отсюда уходить. Да, знаете, время полета совпадает с тем центром управления. Можно было бы, кстати, мне его и не показывать, согласитесь. Раз я его нашел, я там сохранился. Нафига это делать? Ведь это очень неудобно. Прям жутко неудобно, я бы даже сказал. Все, летим дальше. Недостаточно топлива. А вот это, блядь, конечно, вообще не камильфо. Может быть, тамей. Тамей, тамей, тамей. Так, ребят, ну тогда делаем небольшой перерывчик. Собственно, я уже когда найду новый центр управления с зашитой дверью, закрытой, куда мы еще не вламывались, тогда мы с вами вернемся и продолжим это занимательное занятие. Я продолжил свое путешествие, прилетел на другую планету. Как вы видите, это зимний биом. И я хочу вам показать весь тот пипец, который здесь происходит. Вы только посмотрите на этих существ. Они реально необычные какие-то. Они очень похожи на... Я не знаю, здесь нужно открывать какой-нибудь заповедник. Это какая-то гигантская перекачанная крыса. Пере... Бля, переросток. Давайте я обратно из этой канавы выберусь. Это огромная какая-то крыса переросток. Просто ужасная. Я думаю, что если сканировать их, то как бы название все равно не будет соответствовать им названиям, которые есть у нас в реальной жизни. Это очень жирная херня. Мы, конечно, можем на нее, наверное, забраться. Хотя, наверное, нет, не сможем. В текстуру будем упираться. И все в таком же духе. Я как раз сейчас попробую, конечно, это сделать. И он постоянно поворачивается ко мне задницей. Это первый вид, который есть на этой планете. Смотрите, какая она... Какая охеренная вообще существо. Посмотрим, тут есть еще что-то наподобие коров. Динозавры. Вот посмотрите на эту жесть. Значит, огромная перекачанная корова с перьями на передних лапах. И есть... Смотрите, она выглядит вот так. А есть вторая корова. Она с какими-то, блядь, я не знаю. В общем, больным какой-нибудь трипофобией не смотреть. Потому что это ужасно. Это ужасные вот эти пятна, какие-то штуки. Убить он меня, конечно, не хочет. Похоже больше на какого-то, я не знаю, бифала. Но только посмотрите на эту жуть. В общем, они очень огромные. Их очень много. Здесь также шляются динозавры. Но вот эти вот не в счет. Что вот это такое? Это какое-то непонятное существо. Коризогенчик есть. Сейчас я попробую найти динозавра и покажу вам, где-то он здесь ходил. А, вот, смотрите. Вот такой есть вариант, значит, еще существ. Это просто эпик, друзья. Ну, да, виляет жопой. Похоже ли на динозавра. Они все похожи на каких-то динозавров. Ну, больше всего впечатляет, конечно, вот эта вот херня, которая сейчас стояла и чесала здесь. Ну, ладно, это такое дело. Я предлагаю продолжить наши поиски. Я не знаю, что из этого получится. Может быть такое, что как бы и не получится вообще ничего. Вот сканер сигнала в активе, месторождение, колониальный аванпост. Здесь, по сути, наверное, ничего и не будет. Давайте попробуем все-таки вызвать поиск колониальных аванпостов. Ну, найди ты что-нибудь. Я уже его ставлю просто, ребят, третий раз и здесь ничего не происходит. Видимо, видимо, нам придется покидать эту планету и лететь на какую-нибудь другую. Дело в том, что там тоже перестало сканировать. Я думаю, что это связано с тем, что не посетив завод, не посетив тот центр управления, который мы снова вызвали, или игрушка как-то неправильно работает, или фиг знает, но больше сканирования, к сожалению, не проходило. Поэтому садимся сюда, в общем-то, заправляем плутонием, улетаем отсюда. Планетка-то, конечно, хорошая, планетка классная. Я бы тут даже жил, тем более с такими-то существами. Это же вообще было бы очень классно. Давай, разгоняйся, разгоняйся, приятель, нефиг нам здесь ловить. Лететь на самую дальнюю, аж целых 3.17. Как-то вот, честно говоря, не очень хочется. Ну, давайте, ладно, не вопрос, давайте пробовать. Минута 28, ребят, я ставлю на паузу, потому что ждать это будет просто очень-очень долго. Целых полторы минуты, это, знаете ли, то же время, особенно в нашем формате 30-40 минут. Поэтому увидимся тогда, когда я обнаружу что-нибудь там. Если ничего не будет там, мы тогда вернемся на какую-нибудь планетку поближе и продолжим поиски центров управления. Так, ну чё, ребятушки, да, это ещё одна снежная планета, покрытая ледниками. Во всяком случае, так написали у нас в описании к этой планете. Я нашёл, нашёл какую-то локацию, похожую на центр управления. Но, может быть, это даже и завод. Потому что нашёл я его случайно при посадке. Я его не сканировал. А посмотреть я больше нигде ничего не могу. Давайте сменим. Дело в том, что у нас сейчас подходит время к тому, чтобы зарядить все свои костюмы. И нужно спрятаться каким-то образом внутри. Потому что мы просто нафиг замёрзнем. Давай, 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 чуть-чуть же осталось, ёпта. Граната последняя. Ишь, блядь, ну давай, заходи уже ты, господи. Так, ну что, мы сохранились. Давайте ломиться сюда. Центр управления. Ребята, это центр управления очередной. Я нахожу отчёт с изображением стража. Но его загрузка почему-то остановилась. Страж, сканирование данных. Страж, сканирование данных. Существо. Ответить отказом. Повторить отправку данных по стражам. Давайте попробуем. Да, всё получается. Смотрите. Это получается наш третий, да? Подавитель токсинов Сигма. Ну, блядь, ну было же уже такое. Чё-то, знаете, мне кажется, эта теория не работает. Мы будем очень долго искать что-то подобное где-то здесь. И это очень плохо. Я надеялся, что это будет немножечко быстрее. Да, я помню, что нужно идти по пути Атласа. Скорострельность это... Ну, такое, знаете ли, не очень. Вот не очень. Здесь я, кстати, поставить не смогу теперь анализатор. Потому что я его ставил. И он нифига не находит. Нужно искать это дело всё вручную. Каким-то, я не знаю, невероятным образом. Давайте просто лететь дальше. Лететь дальше и высматривать знаки вопросика. Может быть, там где-то что-то будет. Вот, например, прям к нему и отправимся. Осторожненько, не заносимся. Ну-ка. Что у нас тут есть? Ну, это что-то маленькое. Я думаю, что это нам не нужно. Это, знаете, такие ларьки стоят, в которые заходишь и прокачиваешь свой мультитул. Всяким ненужным хламом. Чаще всего выдают то, что уже было. Так. На что похоже это? О, слушайте. А давайте сядем. Это же язык наш, да? Садись, садись. Не стесняйся. Садись. Сейчас мы попробуем здесь поставить анализатор. Заодно выучить все эти плюшки, которые здесь есть. Да, ребят. Это изучение языка. Вот такие вот стоят тут обелиски. Ну-ка. Камень знаний. Хорошо. Вставить. Отличное слово. Мне нравится. Вставить. Так. Вот здесь есть что-то, да? Что-то должно быть. Вставить или. Хорошо. Я не против. Поднимаемся наверх. Вот здесь что-то должно быть интересное. Прах. Ну-ка. Я пытаюсь прочитать древние символы. Как вдруг откуда ни возьмись, появляется петля из жидкого металла. Обхватывает мой шлем. Она твердеет и тянет мою голову к светящему монолиту. От камня исходит тепло, а из его недр дано состранные звуки. Начинает работать таинственная древняя технология. Я поднимаю голову, всматриваю символы, пытаясь понять, что же меня ждет. Они говорят со мной на языке пришельцев. Корвакс. От звуки. Благо. Язык. Вот не знаю. Я не сохранился. Давайте освободимся. Я вырываюсь на свободу. Странное металлическое устройство. Искрит и потрескивает. Я забираю редкие элементы, из которых оно было сделано. Ну покажи хоть какие, а то че. Понт от этого всего. Корвакс теперь относится к вам хуже. А что же мне дали-то? Геридий? Охерительно редкие элементы. Слушайте, надо было что-то другое выбирать. И тогда, возможно, меня бы чем-то вознаградили. И не какой-нибудь экзотической болезнью, а чем-то получше. Хорошо. Ой, слушайте. Я же хотел поставить вот эту вот приблуду. Давайте попробуем. Z, F. Заходим. Ну-ка. Ну найди, пожалуйста, хоть что-нибудь. Ведь это же так просто. Мы уже три центра управления с вами посетили. Они были абсолютно на разных планетах. Вот нихера он не хочет искать, ребят. Я не знаю. Вы уж помогите мне. Подскажите, почему так происходит. Как это вообще на самом деле должно работать? Потому что на всех сайтах как один написано, что нужно посещать центр управления в системе Corvox. И где-то там что-то такое выпадет. Может быть, не соблюдены какие-нибудь условия. Но так, блядь, тогда об этом нужно писать. Вы же типа себя преподносите как вики. Ну, я вообще ко всем сайтам, на которые все это пишется. Что у нас здесь находится? Это что такое? Слушайте, это еще один обелис. Я сяду. Давайте попробуем. Садись, садись, садись. Не стесняйся. Раз уж мы сюда припхали. Кстати, вон плутоний есть для нашего вертикального ускорителя. Не-не-не-не-не. Так не пойдет. Идите отсюда, господи, твари. Тут буря. Прячьтесь. Подохните. И кому вы, блядь, вообще нужны? Так, собственно, идем к знаку вопроса. А вот это интересно, конечно. Интересно, интересно. Вот это интересно. Смогу ли я разогнаться? Давайте, ребят. Кто не рискует, тот не пьет, как говорится. Лети! Опа, пули. Опа-па. Долетел. Слушайте, я долетел. Давайте глядеть, что это за херня вообще. Следы кого-то там. Плита Корвакс. Я слышу далекие голоса Корваксов, когда-то поклонявшихся здесь. Под их шепот слова, начертанные на монументе на моем языке, начинают слабо светиться. Попросить помощи с языком. Ну, я так и понял, что это был язык. Тут, как бы, ну, вообще без вариантов. Выучили слово расы Корвакс плохой. Все. Больше вы мне ничего не хотите дадить? Дадить. Дать. Дать. Дасть. Давай, давай, ты долетишь. Долетишь! Ах ты, кусок дерьма! Я был так близко у цели. Слушайте, там есть пещера. Мне нужно в нее забежать, потому что я просто окочуюсь. Это я знаю. Вот, вот, сейчас все будет хорошо. Да, отлично. Ну, придется выжидать, потому что, потому что других вариантов у нас нет, друзья. Да, поиски Атлас Па со второго проходят, честно говоря, так себе. Я думал, что будет немножко лучше. Но планеты негостеприимные. Хотя, я влетел очень много разных всяких. И при этом, да, они были не обязательно зеленые. Так, смогу я ли здесь подняться? Давайте пробовать. Опа-па. Ну, пожалуйста. Да, ну что ж ты, блядь, за кусок дерьма-то такой, а? Ребят, у нас нет больше права на ошибку. Нужно аккуратненько теперь выбираться как-то. Давай. Давай, 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 давай. Все будет хорошо. Мы сможем. Отлично. Так, недостаточно топлива в ускорителе. Но у нас есть плутоний, и это хорошо. Движемся дальше. Продолжаем сканировать поверхность земли. Я вижу следующий знак вопроса. И очень, я очень надеюсь на то, что это будет тот самый центр управления. Потому что на другую движуху я, в общем-то, не пишусь. Но. Давай, разгончик. Вот как увидеть, что это? А почему здесь так дохера вот этих обелисков? Серьезно. Не, ну это хорошо. Можно выучить язык. Но я прилетел зачем? Для того, чтобы найти центр управления. Еще хотя бы парочку. Ну, или один хотя бы, я не знаю. Парочку. Уже как бы много. Три посетили. Вот на трех не работает это. Знаете, какая есть еще теория? Я думаю, что нужно лететь туда, где будет космическая аномалия. И если нам не дадут его где-нибудь в этой аномалии. Вот эти два хера, которые там тусуются. Мелкий Гек и Корвакс, кажется. Да, один из. То. Так. Это капсула для костюма. Ну, не надо. Не нужна она нам. Я думаю, нужно лететь дальше. Если не там, то в системе на планетах по такому уже пути, в поисках центра управлений, возможно, что-то будет. Может быть, это условие нужно учесть при поиске второго атласпаса. Понимаете? Я-то как бы не в курсе. Но я обращался к различным сайтам, где описывается эта проблема. Ну, даже не проблема, а гайд по тому, как это все найти. И что-то я смотрю, ни хера он не работает. Я так понимаю, что может еще рендом, конечно, присутствовать. Но. Но всегда, друзья, есть какое-то но. Так, что это у нас такое? Давайте садиться. Эта антенна, я думаю, нам как-нибудь поможет. Ну, отлично, блядь. Вот не долетел. Просто шикардосно, я вам хочу сказать. О, плутоний. Вот это я вовремя зашел. Ладно, я не против. Не против. Как раз на один подъемчик нам, наверное, и хватит. Больше ничего нет? Давайте просканируем местность. Да, смотрите, есть еще плутоний с этой стороны. Ну, средненький кусочек. Не самый большой, конечно, который я видел, но пусть будет. Хорошо. Садимся в наш звездолет и, собственно, взлетаем. Нужно возле маяка прикусоваться. Ну, подъемчик. Пам-пам. Ха-ха-ха. Тут... Ну, вы же видели, да, что происходит? Садился я-то правильно, по сути. Но он носом даже зацепился за долбанную пещеру. Ну, нихера. Это какая-то рыба, слушайте, с лапами. Это... Это рыба. Ну, вы видели пачку ее? Это реально рыба какая-то. Сельдь, блядь. Тюлька. Огромная. Переросток. Так, мне падать никуда не нужно. Зачем я сюда, собственно, припхался? Здесь стоит какая-то антенна. Давайте попробуем с ней повзаимодействовать. Точка маршрута. Давай. Ох, какая здесь метель. Снежок идет. Прям все по-новогоднему. Я бы даже сказал. Плохо, что в Номэнске они добавляют каких-нибудь ивентов, елочки, игрушки, снеговиков, чтобы можно было лепить. Обнаружена развитая форма жизни. Хорошо. Чисто предположим. Вот здесь вот, по идее, плутоний должен быть, да? Давайте забирать. Хорошо. Восстановление здоровья. Что еще? Это мне не нужно. А вот эту штуку, пожалуй, поставим. Да? Сканер сигналов. Ну и посмотрим. Пожалуйста, дай мне центр управления. Я тебя больше ни о чем не прошу. Нужен только один сраный центр управления. Ребят, он его не ищет. Вот как вы... Это объясните. Да иди ты нахрен со своим уроном. Вот объясните, почему... Че это за капуста висит, слушайте. Жабы. Это какая-то рыбья планета. Только рыбы здесь как-то немного модифицированы. Они, собственно говоря, превратились в какую-то непонятную херню. С лапами. Ну, со всеми телами, хвостами. Ну, летим тогда к развитой форме жизни. Слушайте, снег. Практически натуральный прям даже. Я бы не придирался, на самом деле. Убежище. Убежище, наверное, это неинтересно. Или это он есть? Давайте лететь к убежищу. Других вариантов у нас нет. Скорее всего, развитая форма жизни находится где-то там. 30 секунд и то в том режиме, в котором мы были. Если ускориться, зашифтовать, то это будет намного быстрее. О, 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 отлично. Давай, 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 давай. Ну, ты же на платформу сел? Да. Вот это хорошо. Вон там плутоний я уже вижу. Слушайте, ну порядок, порядок. Хорошо, что здесь хоть кто-нибудь живет. Давайте зайдем. Может быть, мы сможем у этого чувака что-то попросить. Может быть, он нам сможет что-то дать. Вот плутоний, смотрите, растет. Хорош, уходим. Так, ну, дружище, я надеюсь, мы с тобой подружимся. Что это такое? Вау! Гляди-ка! Это ж мультитул. Сравни 94 тысячи. 15 ячеек. Ну, как-то слабовато, ребят. Слабовато. Мой получше, 16 ячеек. Нет у меня, конечно, визора вот такого вот анализирующего. Но я могу его поставить. И, кстати, надо было его поставить для того, чтобы просканировать тех животных, которые там бегали у нас, диковинные. Странник Атласа, видите? Корвакс, текущее отношение, странник Атласа. То есть, именно они могут нам помочь с этим вопросом. Больше никто другой. Восстановить энергию, увидев меня, существо медленно... Давайте восстановим. Разочарованное существо снова приходит в себя. Неохотно оно открывает для меня хранилище. Да какого хера? Я же тебе помог, братан. Я не ждал. Я отдал тебе то, что ты хочешь. Нет? Так, попросить о лечении, перезарядить. Корвакс тезис. А что это такое? Давайте узнаем. Я вот, кстати, такого никогда не видел. Что за тезис? Углерод 98. Да. Просто, блядь, замечательно. Ладно, и на том, конечно, спасибо, дружище. Больше здесь нам делать нечего. Можем продать, конечно, какой-то хлам. Но зачем? Зачем? Кому это вообще нужно? Давайте попробуем поставить эту приблуду еще здесь. Но не ищет он на этой планете. Ни хера, ребят. Наверное, нужно находиться поближе к станции какой-нибудь. Или еще где-то в подобном месте. Три центра управления мы нашли. И тот один я вообще нашел совершенно случайно. Видите, он ничего не делает. Почему так? Капсула. Ох, печаль, беда-то какая. Как же становится все сложнее и сложнее пилить видосики по этой игрушке, ребят. Не знаю. Что-то она мне начинает, блядь, поднадоедать уже. Давай, сканируй. Вон там еще есть знак вопроса. Летим туда. Может быть, это будет какой-то центр управления. Вообще неинтересно, слушайте. В общем, поступим тогда, ребят, следующим образом. Я снова найду центр управления. Не знаю, каким способом. Может быть, совершенно случайно. И тогда мы с вами попытаемся зайти еще туда. Как я уже говорил в самом начале, у нас, по идее, должно быть много пауз. Но я думаю, что это не страшно. Скоро увидимся. Ну что, ребятки. Я в конечном итоге вернулся все равно на ту планету, на которой мы были. И у меня возникло некоторое подозрение. Я думаю, что все-таки он ищет другие, собственно говоря, центры управления при помощи вот этой вот приблуды. Сканер сигналов. Потому что я прилетел на эту точку. И да, получается, что мы его еще не выковыривали. Но это не значит, что это плохо. Мы побывали на той планете, где были диковинные животные. И все равно было интересно за ними пронаблюдать. Давайте, наверное, все-таки входить сюда. И посмотрим, что из этого получится. Вот так. Гранатки. Хорошо. Я сохранился преждевременно. Ну давай ты уже, господи. Отлично. Ну и немножко постреляем. И посмотрим, что у нас тут будет. Собственно, процедура стандартная. Центр управления Корвакс. Заходим сюда. Мне попалось любопытное сообщение с другой планеты. Кажется, в нем идет речь о каком-то отчете, в центре которого мой снимок. Похоже, кто-то интересуется моим путешествием и не против помочь. Стоит ли мне выходить на связь? Подкрыть канал связи, собственно. Давайте пробовать. Да, все получается. На экране появляется светящаяся маска. Сразу после этого связь прерывается. Терминал вознаграждает меня отлично, друзья. Я так этого ждал. Это просто охерительно. Нужно было сразу лететь на эту планету. И, собственно, пытаться что-то здесь сделать. Ну, мы прилетели на эту планету. Смотрите, Атлас. Боже, я такой счастливый. Я такой... Это охерительно. Это охерительно. Я все-таки добился того, что нужно было. Радиус поражения. Дополнительный элемент плазмобластера. Получается, что мы потеряли немножко времени. Но при этом у нас была вполне себе даже неплохая серия. Как мне показалось. Мы посмотрели на диковинных животных. Побывали на трех планетах. Это по счету четвертый центр управления. Давайте же, наконец-то, скрафтим его. Почему нет? Я думаю, что это очень нужная фигня. Атлас спас. Цинк и платина. Все. У нас есть одна штука. Главное, чтобы он лежал у меня в костюме. Потому что, знаете, как бывает. Я его оставлю в инвентаре корабля. И буду отходить куда-то очень далеко. А он мне, в общем-то, даже и понадобится. Атлас спас 1. Атлас спас 2. Все. Теперь эта штука у меня есть. Но, друзья. Вы же помните, что здесь есть как раз двери. Которые открываются вторым атлас спасом. Давайте как раз это дело все и применим. Почему нет? Закрытая дверь. Требуется атлас спас второго уровня. Слушайте. Охренеть. Изотоп взаимодействовать. Это мы можем набирать, да? Углерод. Смотрите, какие грядки здесь растут. Мы можем просто брать вот так вот. И все брать. И нам будет все дозволено. Я в шоке. Слушайте. Вот вроде бы я увидел обычные сраные полки. На которых растут какие-то буряки. Но. Но это выглядит круто. Светильничек. Я могу бы так даже стульчик покрутить. Хе-хей. Хорошо. Слушайте. Мне нравится эта комната. И было бы неплохо, чтобы это было частью базы. Я так думаю. Так. Какие-то странные грибы. В общем, это комната с одним углеродом. Но окей. Мы теперь будем знать, что такое бывает. Здесь ничего не открывается. Получается, комната у нас вход только по коридору. И больше ничего не происходит. Хорошо. Я как бы не против. Сюда зайти не могу. Давайте идти во вторую сторону. Здесь, по идее, тоже должен требоваться второй атлас пас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слушайте. Да это просто... Это просто охередно. Изотопчик. Ну, здесь же должны что-то блатное дать. Правильно? Устройство здоровья на максимуме. Хорошо. Что это лежит? Почему я не могу с этим взаимодействовать? Потому что это Номэн Скай, блядь. Изотопчик. Плутоний. То есть, вы хотите сказать, что здесь есть только восстановление здоровья, да? Ага. На ваш счет переведены юниты. Но это тоже как бы не самое важное. Получается, у нас здесь лежит два изотопа. Два ящика с плутонием. И, собственно говоря, парочка приблуд, которые повышают нам здоровье и повышают нам... Дают нам юниты бесплатные. Совсем немножечко. И больше ничего как бы и нет. Может быть, я что-то упускаю, но я ничего не вижу. Окей, друзья. Теперь в следующий раз, когда мы будем приходить сюда. Когда мы будем заходить в подобное здание с двумя вот такими вот коридорами, где требуется второй Атлас Пас, мы сможем наконец-то вскрывать эти двери. И, естественно, пользоваться всем тем, что там есть. Я хотел бы просто проверить, везде ли будет такой же набор вот этих вот ништяков. Углерод, изотопы и пополнение здоровья и чуть-чуть юнитов. Или они, может быть, могут попадаться разными. Вот это вот как раз вопрос на миллион. Пишите, если вы знаете, собственно говоря, ответ на этот вопрос. Буду рад почитать, буду рад послушать, узнать нового. Кубку Ровского единства, кстати, взяли. И защитный осколок, но это все шлачина. Пишите, если вы что-то знаете, пишите. Будем искать также Атлас Пас 3. Будем искать различные ништяки для нашего космического корабля. А вообще лучше бы заняться, наверное, грузовым кораблем, выращивать там Тимери, выращивать всякие интересные штуки для того, чтобы накопить денег и купить себе крутой корабль. И я даже один по внешнему виду присмотрел. Он такого красненького цвета и похож на Шаттл. Вот реально прям крутая форма у него, лучше, чем у того корабля, который сейчас есть у нас. Я надеюсь, что серия понравилась вам. Если это так, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, на паблик ВК. С вами был Юрий Коц. А пока всем до новых встреч и до новых видео.